Здравствуйте! Это монокуляр Штурман 8.24 на 50. Основным достоинством этого монокуляра является переменная кратность. Вот барабан изменения увеличения, то есть кратности. Минимальная кратность 8, максимальная 24. Вот здесь на кольце есть небольшой индекс, который указывает, в каком диапазоне увеличения мы сейчас находимся примерно. Ход небольшой, порядка 90 градусов. Хорошо, очень плавно, так туго ходит барабан этот трансфокатора на окуляре. Это и является самым главным достоинством этого монокуляра. Что дает переменная кратность? На маленьком увеличении получаем максимальное поле зрения, то есть максимум объектов входит в это поле зрения. Можно найти тот объект, который хотим рассмотреть поближе. Когда его находим, соответственно, можем увеличению сделать больше, до максимума, до 24 крат. Если условия освещения не очень хорошие, соответственно, можно наблюдать на малой кратности. Если яркое солнце, объекты хорошо освещены, то можно использовать большие увеличения. То есть такой прибор является максимально универсальным. Корпус прибора пластиковый. Что там внутри, мы не знаем. Обычно еще призмы ставят, такой металлический каркас. Но вот снаружи все, что мы видим, все это пластик. Цельная такая заготовка. Поскольку цельная, поскольку достаточно прочная и надежная. Хоть и пластик, но для тех условий эксплуатации, для которых предназначены такие приборы, пластика вполне-вполне достаточно. Все компании, самые популярные у нас Nikon, именитые компании сейчас делают свои приборы исключительно из пластика. Все объективы каноновские, полностью абсолютно пластиковые. Если у вас хватит смелости раскурочить его, то увидишь, что там вообще практически металла нет. Так что пластик этот достаточно надежный, а кроме всего прочего, он еще и достаточно легкий. Прибор удобен тем, что держа его одной рукой, можно указательным пальцем настраивать фокус. Весь ход барабана настройки фокусировки укладывается в два полных оборота. Что правой рукой для бравшей, что левой рукой держим. Одинаково удобно. Легкая такая, хорошая фокусировка. Наглазник поворотно-выдвижной. Если носим очки или смотрим в каких-то защитных очках, может быть, солнцезащитных, то наглазник лучше завернуть. Если смотрим без очков, лучше на максимум его отвернуть. Современный, удобный, хороший наглазник. Объектив закрыт защитной крышкой, которая закреплена вот на такой петле, для того, чтобы ее не потерять в любых условиях, где бы мы с ним ни находились. Крышка не потеряется, всегда будет с вами. На окуляре тоже есть крышка, тоже с петлей. К чему приделать эту петлю. Вот есть такой ремешочек в комплекте у нас, за который можно его прицепить. На шею не повесишь, но он предназначен для того, чтобы вот так вот на руку его... Можно укоротить по размеру, чтобы никуда не соскочил, не слетел. Здесь тоже такая удобная клипсочка. Хлоп. Вставляем, здесь есть петелька, таким образом. Вот у нас ремешок на монокле закреплен. На руку теперь. И все. Наблюдаем. А надоело? В любой момент можем отстегнуть. Как зацепить крышку, чтобы не потерялась? А вот так. Раз, петелька разбирается. Один шнурок вставляем сюда. Дальше. Оба обратно в эту обоймочку. Хлоп. Зажали, защёлкнулось. Все держится нормально. Соответственно, теперь, если крышку сняли, хоть она на руке у нас, хоть где, ничего нигде не потеряется. Ни объективная, ни окулярная. Кроме того, это гнездо служит для того, чтобы можно было установить прибор на штатив. Туго завёрнуто. Вот так вот выворачивается оно. Здесь резьба. Одна четвёртая дюйма. Стандартная. Для всех штативов одинаковая. Бывает ещё побольше трех восьмых, но это довольно редко. Для тяжёлого, большого оборудования. Вот здесь главное не потерять вот эту прокладочку. Хотя, в принципе, если и потеряется, ничего страшного не будет. Вот. Получается, что у нас, если мы на штатив его установим, то ремешок с крышкой могут потеряться. Ничего. Сюда оденем её. И затянем. Вот так на штатив ставим. Ничего не потеряется, опять же. И закрыть можно. И открытый наблюдать. Здесь вот эта часть, то, что вниз пошла, всё обрезиненное такое мягкое полимерное покрытие, которое от всяких мелких ударов, каких-то нехороших воздействий, более-менее защищает корпус. Сверху его нету. Ну и не нужно. И так хорошо. Ещё в комплекте у нас есть салфеточка для протирки ленз. И вот такой футлярчик. Мешочек. Простенький достаточно. Ну, удобный. Самое главное, что? Показать, как видно в прибор. Поэтому сейчас мы сюда, к окуляру, приладим смартфон и пойдём на природу. Покажем, как в него видно. Вот так вот выглядит телебашня невооружённым глазом, то есть невооружённым смартфоном. Можно попробовать зумом. Сейчас мы её приблизим. Вот это максимум, что может сделать смартфон. Это без зума. Это зум. А теперь вооружимся монокуляром нашим. Вот это у нас 24 крата Останкинская телебашня. Для неё 3,5 километра. Останкинская телебашня. Спасибо. Останкинская телебашня. Ты Продолжение следует... Берем увеличение... Вот это 8 крат. Требуется небольшая перенастройка фокуса. Добавим. Теряет, конечно, фокус. Вот. Ой, люди, извините. Извините. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...